Татьяна Владимировна Африкантова Марине пришлось не сладко, ведь появившийся в городском кафе Чуев орал и оскорблял ее, не особо стесняясь камер. Разгневанный мужчина устроил настоящий ад для своей бывшей девушки. По заявлениям Андрея, он не должен никаких денег Марине и вообще, как в старые добрые времена, вертел все семейство Африкантовых на своем большом банане. Когда ситуация вышла из-под контроля, то в дело вступили ведущие Дома-2 и были вынуждены сделать замечание Чуеву за неадекватные всплески эмоций. А вот Роман Капаклы предпочитал молчать и не ввязываться в перепалку. И лишь после того, как его пристыдил Влад Кадони, Рома решился высказать свою точку зрения. Бывший участник Илья Ябаров требует, чтобы его больше не приплетали к Ольге Рапунцель и ее будущему ребенку. Тест ДНК Илья делать не будет и не просите. Кстати, только сегодня в социальной сети появилось доказательство того, что Рапунцель действительно беременна. Судя по новым скриншотам из эфира, становится понятно, что у Оли округлился живот и теперь нет сомнений, что она ждет ребенка. Поклонники телепроекта посоветовали девушке поменьше нервничать, ведь в нынешнем положении ей нужно спокойствие. Вчера стало известно о том, что Ольга Рапунцель наконец-то подала на развод. Девушка призналась, что больше не хочет иметь ничего общего с этим мужчиной, а также рассказала о воровстве, которое Дима совершил совсем недавно. По словам Оли, после расставания супруг взял их общие накопления в размере 40 тысяч рублей, тем самым оставив своего будущего ребенка без денег. На протяжении уже достаточно долгого времени в социальной сети ходят слухи о запуске нового проекта от Дом-2. Речь идет о крупномасштабном телешоу с участием нынешних героев знаменитой телестройки. До сегодняшнего дня не разглашается, кто станет его участниками, а также где и когда будет начало. Буквально на днях в социальную сеть просочилась информация о том, что новое шоу будет запущено в Америке. Из нынешних героев Дом-2 туда уже отобрано несколько девчонок. В частности, Валерия Фрост, Марина Африкантова и Лилия Четрару отправятся в США, где будут строить отношения на шикарной вилле. Фанаты телепроекта заметили, что все три девчонки состоят в отношениях, поэтому их участие в новом шоу возможно только в паре с парнями. По слухам, совсем скоро все отношения троих участниц разрушатся, и девчонки благополучно улетят в Америку. Ни для кого не секрет, что даже получив пост ведущей Дома-2, Либерш к Падону не смогла отказаться от пагубной привычки. По крайней мере, скрыть от окружающих, отекший от попоек лицо и запах перегара Либерш не удалось. И все это на Сейшелах, куда девушка отправилась в качестве ведущей. Не приходится удивляться и тому, что в конечном итоге Мулатку решено было заменить другой кандидатурой. Причем на этот раз из числа участников. Как стало известно, уже в следующую среду в эфирах, первый раз в роли ведущей появится Юлия Ефременкова. А если верить слухам, пост, который до недавнего времени занимала к Падону, у Ефременковой почти в кармане. Ефременкова долго ждала своего шанса и, наконец, получила работу ведущей проекта. Это вторая большая победа Юлии, которая выбилась в финал конкурса «Хочу Виагру». Теперь она перешагнула этап участницы Дома-2, поднявшись на новую ступень. Что касается Либерш, то есть два варианта дальнейшего развития событий. Ее просто отправят Сейшел на поляну, где она будет иногда вести передачи вместе с Андреем Черкасовым, либо окончательно уволят за профнепригодность. Ефременковой также расслабляться не стоит. Сейчас у нее испытательный срок, и только в случае успешного его прохождения она станет полноценной ведущей Дома-2. На сегодня это все новости Дома-2. Смотрите предыдущие интересные видео на моем канале, ставьте лайк и оставляйте комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok